Правительство Чувашии сегодня утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. Она увеличилась на 102 рубля и теперь составляет 8 448 рублей. Однако главным вопросом в повестке дня Кабинета Министров стала подготовка к следующему отопительному сезону и ситуация с долгами за уже потребленные энергоресурсы. Не успел завершиться отопительный сезон 2016-2017 годов, а уже необходимо готовиться к следующему. Объем предстоящих работ внушительный. По оценке Минстроя к зиме в городах и районах республики предстоит заменить или капитально отремонтировать 53 изношенных котла, а также около 14 километров ветких тепловых сетей, более 7 километров водопроводных. А еще привести в порядок воздушные линии, электропередач, трансформаторные подстанции, наконец создать необходимые запасы резервных видов топлива. На подготовку к осенне-зимнему периоду планируется выделить 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Все подготовительные работы на объектах ТЭК и ЖКХ и социальной сферы, а также завершение комиссионной проверки по приемке и оформлению паспортов готовности к топливным периодам объектов, необходимо завершить до 15 сентября 2017 года. Тепоснабжающие и теплосевые организации до 1 ноября 2017 года. Получение паспорта готовности муниципальных образований к топливным периодам до 15 ноября текущего года. Главная проблема – растущие долги организации ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. За год они увеличились на 15% и на сегодняшний день составляют 3 миллиарда 830 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – задолженность за потребленный природный газ и тепловую энергию. Для нашей республики почти 4 миллиарда долг за отпущенные энергоресурсы – это очень большой долг. Мы говорим сейчас о теме об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Когда такие долги, вот этот комплекс не может устойчиво работать. Для чебоксарских властей уже не первый год головной болью остаются долги предприятий коммунальной технологии. И пока ситуация далека от разрешения. Компания получает средства, в том числе от жителей, но не оплачивает ЧУВАЖСЕЙГАЗУ за поставку газа. Проблема сложная, но я также неоднократно поднимали. Пока реальных рычагов воздействия на решение этой проблемы не видим. Проводим работу в судах по расторжению контракта с коммунальными технологиями по взысканию задолженности. Но это очень сложный процесс и быстро повлиять на него у нас не получается. Искать выход из непростой ситуации все же придется. Не исключено, что долги перед поставщиками ресурсов лягут бременем на бюджет столицы. А вот для жителей Шумерли есть приятная новость. В городе к началу следующего топительного сезона должны появиться три новые блочно-модульные котельные. В настоящее время ведется поиск подрядчиков, которые выполнят работы. Сергей Янин, Вадим Владимиров, Вести, Чуваши.